Привет, Goodgame! Мы все еще на турнире по второму Старкрафту. Кричит Помидор, а у нас здесь 3D-клан и его главный менеджер. Даниил Абалихин, Дэн Фризер. Да, главный менеджер 3D. У нас из основного состава играло трое. Это Биг, Угуар и Юникс. Ну и как бы я на всех делал ставку в какой-то мере. Просто у кого-то лучше такой-то матчап, у кого-то лучше такой-то оппонент. Но поскольку это турнир и здесь сетка как бы строится рандомом, то есть получилось, что получилось. И в принципе, в зависимости от того, какая была бы сетка, были бы абсолютно разные результаты. Ну то есть понятно, что, например, Стрэндж Верди, Ваня, Аверс фавориты явные. Да, там, ну, можно сказать, что там Биг, Угуар, Юникс, вот, ну, то есть в зависимости от обстоятельств тоже могли бы стать фаворитами в данной сетке. Но, ну, можно сказать, что нам не фортануло, хотя шли к успеху. Вот. Но, тем не менее, турнир еще не закончен. Посмотрим, что Би покажет. Я в него верю. Паша, молодец, он может. Ну, скажем так, есть крайне редкая история, когда я вмешиваюсь в то, как игроки готовятся именно к матчу с оппонентом. Крайне редко. Потому что я считаю, что, как бы, я менеджер, я, как бы, должен организовывать работу, а вот уже игрок должен выступать. И то, как он выступает, ему не должно быть навязываться. Единственное исключение – это командные матчи. Когда, например, играется формат All-Kill, известен пул-карт, карты выскакивают. И тут, конечно, нужно подумать, то есть, что, то есть, какие карты надо заранее выбить, чтобы там под конец, то есть, кого в какой очереди поставить и так далее. Но, когда выступает сам игрок, при всех прочих ему виднее. Он должен быть. Может быть, это не совсем правильно, но лично я считаю, что вот моя компетенция в плане игры недостаточно. То есть, вот, там, сказать, что Неразим там не заметит минку на этой карте или заметит минку на этой карте, там, или сказать, что там, я не знаю, Ваня здесь в шестой пул начнет, там, ну, условно, да, а тут будет там четыре хаты до пула, да, играть. Я, ну, то есть, ребята играют на ладере между собой, им виднее, я им полностью доверяю. Ну, вот Кагуар тебе давал интервью на первом руту Москву в апреле, вот, он на тот момент, он полгода вообще не тренировался. То есть, все его тренировки, это прийти на клонуар вечером, отыграть, выиграть, ну, очень редко не выиграть на клонуаре, и все. Вот, сейчас, ну, был какой-то период, когда он так начал хорошенько, ну, как хорошенько, прям не профессионально, да, не 8 часов в день, там, 5 дней в неделю, но он начал, так, скажем так, тренироваться. Это было где-то, ну, месяц назад, то есть, полтора где-то месяца назад началось, месяц назад закончилось. Сейчас, да, он там немножко катает, но прям не так, чтобы прям это сильные целенаправленные тренировки. У него свои обстоятельства, работа, там, увлечения, про которые он также рассказал тебе в своем интервью. Ну, как бы, у нас нету требований к игрокам каких-то жестких по тренировкам. Лично я свою задачу вижу, ну, и нашего менеджмента в целом, чтобы игроку помочь, а не заставлять. Вот, потому что, ну, в наших условиях заставлять это бесполезно, это будет негатив. А помогать что-то с чем-то как-то, там, найти на кастомы человека, если нужно, там, реплей-паки какие-то поискать, если нужно. Ну, не для Куглара конкретно, потому что он там вот это вот сам самостоятельно все ищет. Но вот что-то, когда нужно что-то, то есть наша задача это обеспечить. Вот, тренировки, ну, вот, поскольку Куглар, он никогда не говорил, что он там профессиональный игрок, и не позиционировался таким образом, мы от него не можем требовать. Нет такого морального у нас основания для этого. Ну, ты знаешь, я не думаю, что это прям, прям отговорки-отговорки, потому что, ну, Куглар он работает. Если рассматривать Артема, Верди, да, ну, ну, наверное, это какой-то фактор нестабильности, да, с его стороны. Но при этом, слушай, ну, ну, вот, с другой стороны, да, там, отговорки-неотговорки, и там, как бы, ну, просто он ездит на турниры, да, он там иногда проигрывает, он иногда до них не доезжает, как было с Везгом в прошлом году, мировой финал именно. Но, тем не менее, когда он доезжает, он как-то, ну, отыгрывает, и, в принципе, кроме него сейчас сможет сделать это, там, ну, Блай, Верди. Ну, я думаю, что, если, там, HellRaiser это не сделает на, через две недели на, господи, на турнире HomeStory Cup, ну, то вот в следующем году точно зажжется звезда HellRaiser, ну, Ваня еще, скорее всего, в ближайшее время, вот, станет серьезным международным игроком. Но, при этом, то есть, не так много людей, и, ну, тут, кроме как с пониманием отнестись к тому, что человек, там, говорит, что я, там, не проигрок, ну, 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 что, ну, что, можно, там, сказать, ну, да, ты, там, все, не проигрок, там, не знаю, иди работай на завод, и что, мы от этого что-то получим? Нет. То есть, я вообще не ставлю вопрос, там, это отговорка, не отговорка, ну, пускай отговорка, ну, и что? Ну, как бы, надо просто найти момент, как сказать, как найти, как помочь человеку, да, но я не менеджер Верди в данном случае, я не заинтересован в том, чтобы обеспечить ему лучшую, там, мотивацию, условия и так далее. Ну, не то, чтобы, я за него болею, да, на международных турнирах он молодец, но при этом, как бы, там, думать эту тему, разрабатывать что-то, какие-то, там, планы, может быть, там, не знаю, там, подготовку какую-то, именно, я имею в виду, что, вот, там, майндсет, скажем так, выстроить, я, ну, просто не могу этим заниматься, потому что я не его менеджер. Мы стараемся, мы стараемся это делать, ну, вот, иногда получается, иногда не получается, как и все в жизни, вот, Суперлига, я считаю, что получилось прям, вот, по нотам все то, что планировали, может быть, даже чуть-чуть лучше, чем планировали, но общий, скажем так, общий настрой, и в целом мы разыграли, то есть, и сделали все как надо. Потому что мы правильно смотивировали игроков, правильно выстроили, там, кто на кого идет, правильно отыграли, кого могут выставлять оппоненты на эти, ну, то есть, например, там, ну, грубо говоря, Зиппер, там, вышиб, там, этого и этого, сейчас, вот, мы сразу понимаем, кто выйдет следующим и как это. Ну, я про это могу тоже рассказать потом, в принципе, как, если спросишь, если это интересно, как, мне кажется, там, можно было по-другому это сделать, но не суть. То есть, наша задача именно обеспечить условия для игроков, смотивировать их, и, ну, скажем так, это то, что мы можем им дать, да, и, ну, сегодня, может быть, там, скорее не получилось уже, по промежуточным итогам я сужу, сужу, а, ну, на других турнирах там получилось, на чемпе Москвы, на которых у боков федерации, ну, можно сказать, что получилось, там, ну, с определенными оговорками. Ну, собственно, с зарплатами у нас в данный момент, ну, скорее никак, чем как-то, но при этом, скажем так, вот, что мы можем, ну, скажем, сейчас. Значит, по поводу зарплат, с зарплатами у нас, ну, скорее никак сейчас, это объективная действительность, и, безусловно, безусловно, все могут сказать, что вот, ноунеймы, валите, досвидос, там, типа, не удержали игрока, вот, пусть ему платят зарплату, пусть он выступает. Ну, окей, согласен, хорошо, это так, но, опять-таки, делаю упор на то, что мы даем немножко не это, мы даем настрой, мы даем организацию, мы даем, ну, организацию, в смысле, мы решаем какие-то мелкие организационные вопросы, стараемся, там, в пользу наших игроков разрешить, я не могу, там, вдаваться в подробности, потому что они слишком мелкие, но, понимаешь, в мелочах детали, то есть, дьявол в деталях, и, как бы, когда это все наваливается, там, тут что-то помог, тут что-то помог, тут что-то помог, и, оказывается, что у игрока, там, время есть больше на тренировке, а, ну, деньги свои, они могут получить вполне с призовых, там, с донатов, со стримов, мы комиссию никакую, естественно, не берем, там, то есть, на 100% все, что мы выиграем на командных лигах, например, мы делим между игроками, и это правильно, и, да, я согласен, что, типа, зарплаты нужны, это, безусловно, это, ну, конкретно, лично, моя недоработка, я, ну, вот, так получилось, что что-то чуть-чуть понимаю в пиаре отдаленно, да, но при этом я, вот, фанрайзинге, там, или в привлечении инвестиций, я не понимаю, или, ну, там, в привлечении рекламодателей, я понимаю плохо, кстати, друзья, если, вот, вы понимаете в этом, и у вас есть желание как-то с киберспортом, конкретно со старкрафтом, посодействовать, то пишите, я думаю, я в комментах отпишу, там, мыло, вот, так что, то есть, как бы, у меня есть недоработки, да, то есть, нет зарплаты, это косяк, на каком-то, после какого-то момента мы не сможем, то есть, развиваться, то есть, если, например, куда-нибудь в следующем году у меня на ВЦС ребята будут ездить, да, и я это, наверное, из личных средств обеспечу, но, вот, уже зарплаты крупные, да, это я лично не потянул. У меня был период, когда я из своих денег, у меня, как бы, пару раз я очень крупно заработал, я эти деньги вложил в 3D, это был период с 2011 по 2014 год, когда в Старкрафте были гораздо жестче зарплаты, ну, то есть, когда они вообще были, да, когда у каждого игрока, который где-то на турнирах что-то мог показать, они были, причем были такие, которые сейчас, там, ну, вот, у совсем топовых СНГшных ребят, то есть, парень с, там, топ-15 СНГ получал столько же, сколько сейчас получает, ну, там, топ-5 СНГ, ну, условно говоря, я не буду, опять-таки, имен называть, но примерно, то есть, гораздо все, сейчас сцены меньше, я считаю, что сейчас, на самом деле, ну, то есть, сейчас это не приоритетно, если раньше зарплаты были приоритетны, потому что не было турниров, где можно было зарабатывать в таких количествах, то сейчас гораздо приоритетнее именно игрокам обеспечивать возможность побеждать на турнирах, почему? Потому что они, во-первых, побеждают, приносят, там, ну, грубо говоря, славу России, там, Украине, Казахстану, а, во-вторых, они получают призовые, они растут, они практикуются, и рано или поздно, я думаю, что это выявится в том, что, там, не один Блай у нас будет регулярно, там, в плей-офф ВЦС выходить, ну, то есть, будет, там, 3-4 имени, я думаю, со временем. То есть, я считаю, что в данном случае зарплата, это не самое главное, что может дать команда, потому что, если игрок получает 5 тысяч зарплаты и, ну, ничего не происходит, то есть, менеджмент, там, сидит и ничего не делает, то это хуже, чем если он не получает. У него есть дополнительная мотивация, скажем так, когда он побеждает на турнирах, у него денежка капает, да, это хреново, когда он проигрывает и не получает денежку, да, со временем это убивает мотивацию, там, быть профессиональным игроком, но в данной ситуации, я считаю, что, вот, в первую очередь, обеспечивать условия, мотивировать, тащить, там, играть на турнирах и так далее. Все, кто в 3D, они настроены на то, чтобы уступать, играть и побеждать. Если говорить о деньгах, допустим, у меня сейчас, ну, допустим, появляется человек, привет, человек потенциальный, и он шарит в привлечении денег, мы там ищем инвестора или находим рекламодателя, неважно, у нас появляются деньги, да, первое, что я сделаю, это закрою график поездок по турнирам, по максимуму загружу, чтобы ребята могли ездить и получать, а, ну, извини, но ВЦС так хорошо призовые сейчас распределяются, что там, ну, ты в плей-офф вышел, уже получил нормально. Ну, и, слушай, если ты не, если ты не можешь выйти в плей-офф ВЦС, и близко не можешь, да, то зачем тебе зарплата, ну, грубо говоря, да, ну, 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 то есть, зачем, в чем смысл, если ты там никогда не можешь, если ты отказываешься, да, там, я понимаю, что бывают ситуации, конечно, деньги, когда нужны, там, не знаю, ну, в разной жизни ситуации бывают, но если ты вот стратегически из раза в раз делаешь выборы из-за того, что нахрен я поеду, ну, я лучше, там, типа, получу денежку, там, 20 тысяч куплю, там, я не знаю, себе, там, телефон, там, я не знаю, телевизор, там, PlayStation какой-нибудь, там, буду стримить Ведьмака, там, или не знаю, ну, что-нибудь такое, то есть, ну, я этого не понимаю, то есть, и, как бы, ну, в этом плане у нас в команде согласие более-менее царит, да, и, то есть, если это не какая-то прям жизненная необходимость, то, конечно, я уверен, что, если, допустим, у нас сейчас появляются деньги, то ребята выберут именно поездки, потому что там есть возможность, там, не сразу, а через, там, два, через три поездки, но будет возможность, там, получить какой-то хороший призовой. А насчет игроков, которые, ну, не в нашей команде, но в целом есть такие, ну, я реально, я этого не понимаю, но, ну, я хочу пару примеров назвать, да, Неразим, вот, мы с ним интервью записывали, он говорил, ну, вот мне команды частично покрывают, ну, то есть, мне зарплата платит, я езжу на турниры, а они, Лансапорта, нету, я говорю, покрывает зарплату турниры? Нет, не покрывает, я езжу за свои. То есть, ему зарплата покрывает половину Лансапорта, а он еще половину из призовых с других турниров берет, видимо, там, и едет. Вот это, это то, что, ну, как бы, надо не просто уважать, это нужно прямо вот, на таких игроков молиться надо, я считаю так. Сложный вопрос, на самом деле, насчет вернется, не вернется. Тут надо чего понимать, StarCraft вышел, это была, вот, прям, главная дисциплина, то есть, не было ни CSGO, ни Dota 2, там, что там, Heroes of Neverth была самая такая, ну, грубо говоря, новая дисциплина из таких крупных, да, где она сейчас, кстати, вот, но речь о том, что, да, Point Blank еще был прям супермодный, прям, там, деньги, это со StarCraft прям супер совпало, что это соло-дисциплина, где ты можешь одного человека иметь в команде, это уже организация как-то, и, то есть, реклама там, и прочее. Сейчас такую функцию, кстати, во многом стриминг, наверное, больше выполняет, то есть, ты можешь стримера подписать, который, в принципе, даже не в какой-нибудь дисциплине соревновательный, но, тем не менее, он, там, будет, там, логотипчики вешать и так далее, но тогда это был, то есть, один игрок, а не команда, или, или, там, трех игроков берешь, там, один из них, там, нормально все делает, то есть, было гораздо удобнее, чем команда. Был, был подъем киберспорта в целом, был подъем, ну, и плюс StarCraft на новый уровень эту всю историю выводил, там, с, ну, с турнирами, с трансляциями и так далее, и, ну, пошел просто дикий бурный рост, причем, очень часто этот рост, он опережал, то есть, ну, люди просто инвестировали. Как их, кстати, сейчас, ну, на мой взгляд, в СНГ киберспорте, а, как показывает несколько интервью англоязычных, там, бывший менеджер Evil Geniuses недавно об этом говорил, киберспорте, в целом, в киберспорте есть пузырь, да, ну, конкретно тогда пузырь был сосредоточен в StarCraft, и все соревновались, там, типа, кто больше надует StarCraft, ну, там, плюс еще некоторые моменты, Blizzard, которые они неправильно выстроили на тот момент, сейчас гораздо лучше, прям, вот, прям супер, то есть, корейцы. Что именно? Ну, лично, на мой взгляд, в 2012 год они ВЦС проводили как чемпионат мира с отборочными по странам, это было очень круто, потому что ВЦГ уже все выдохся на тот момент, и они отказались от этого и сделали, значит, чемпионат, ну, вернее, сделали лигу, причем, там, онлайн лигу Челленджер и премьер оффлайн, тоже неплохой формат, на самом деле, но, блин, ну, зачем там корейцы были, зачем в Европе, в Америке были корейцы, то есть, пусть они соревновались отдельно, отдельно, и, ну, когда у тебя, там, типа, европейские челленджеры, все, там, в плей-оффе почти все корейцы, а, там, ребята из России вообще не имеют шансов, ну, мне это неинтересно было смотреть, ну, честно, то есть, вот, я, там, как и чемпионат мира, где финал одни корейцы, очень классно, круто, но когда ты смотришь только это, это неинтересно, я считаю, что оригинальная сцена, как, как и всем, как бы, много ли бы в России смотрело футбол, если бы не было, там, Спартака, Цаиска, Динамо, там, бэкграунды у них и так далее, вот это была, была большая ошибка, сейчас от этого ушли, и вот мне это очень нравится, вот, и, возвращаясь к вопросу с зарплатами, к вопросу, вот, как это все росло, там, зарплаты и так далее, почему это все закончилось, ну, пузырь схлопнулся, Dota 2 появилась, она супер выросла очень быстро, там, в какой-то момент, ну, вот, у меня был же состав по Dota 2, да, там был Dread и Solo, Nexus еще был очень сильный, и, кстати, шарфик, ну, четверка прям очень сильных ребят, Dread стал, ну, остался комментатором, Solo это Solo, и, ну, вот, в тот момент, я помню, Dread собирает на трансляции 26 тысяч зрителей, а, ну, грубо говоря, по условиям они были готовы на то, что, там, ну, по затратам, то есть, там, Lans Up For, там, еще какие-то небольшие штуки, на которые мы с ними договорились тогда, это было сопоставимо с двумя сильными игроками в StarCraft, там, ну, уровни, причем слабее Happy, братка и прочее, то есть, вот, в какой-то момент была такая штука, и все, просто деньги перетекли туда, в StarCraft еще вот это вот все пошло на спад по зрителям, там, тоже перетянула Dota, и все схлопнулось, а сейчас это пойдет это или нет, ну, как бы, StarCraft потихоньку-потихоньку-потихоньку как-то возвращается на близко отличные цифры, и весь год целые отличные цифры, StarCraft в целом интереснее, но при этом финансы будут ли также вовлечены, я думаю, что резкого бурного прям роста может не быть сейчас, но будет постепенный рост, будет постепенный рост конкуренции, очень сильно обожглись же Empire, ну, наверное, в какой-то степени Virtusa, ну, я не говорю конкретно даже, я говорю, что вот все команды, SMG, которые были, на СК2-сцене представлены, ну, они же с игроками там, кто-то как-то там, наверное, пересорился, да, и, ну, по-моему, Игорь Андреевич рассказывал немножко какие-то такие истории, что вот, ну, просто обожглись все эти организации на StarCraft, и, видимо, поэтому, ну, это неинтересно. Кстати говоря, вот сейчас WarCraft Reforged выйдет, да, очень похожая по формату, что там, соло-дисциплина, да, причем многие игроки из StarCraft могут перейти туда, зрительский интерес может оттянуться туда, и мне, кстати, кажется, что вот если WarCraft сильно оттянет там половину аудитории StarCraft, то это будет плохо, очень плохо StarCraft, но не знаю, то есть, короче, я считаю, что взрывного какого-то роста, как раньше не случится, должно, должно, скажем так, ну, сколько-то, какое-то количество денег или инвесторов, то есть, ну, рекламных денег, либо инвесторов какое-то количество должно прийти, как минимум, на европейскую сцену дополнительно, соответственно, у некоторых СНГ-шных игроков вырастут зарплаты, которые играют в России, и на этом стабилизируются, вот, ну, то есть в следующем году, если WarCraft не выстрелит, а если выстрелит, то я боюсь, что, на самом деле, это WarCraft прям суперсильно не принесет никаких плюшек, там, кроме, там, трех-четырех игроков с точки зрения зрительского интереса, да, и там, ну, какой-то дополнительный зарплаты для игроков тоже небольшой, а при этом StarCraft типа сильно просядет, я вот боюсь такой истории, честно говоря. Ну, отыгрывается до сих пор бесплатный StarCraft, ну, просто по зрителям, во-первых, ну, как бы, что говорить, я вот завязывал со StarCraft в прошлом раз в четырнадцатом году в Ходсе, да, ну, блин, ну, это неинтересно было смотреть, ну, серьезно, ну, как-то вяло все очень было. Сейчас это прям вот, ну, рубилово-мочилово, доля рандома очень неплохая, то есть есть качели, никогда не знаешь, там, ну, грубо говоря, как мина залить. Кстати, еще вот, я об этом тоже когда-то говорил, мне Wings of Liberty чем дико не нравилось, никакого рандома, колосс, три колосса подходят, более-менее там раскликал, и понимаешь, как они нажгут. Как Дезераптор зайдет, ты не знаешь, поэтому вот в Wings of Liberty этих штук не было, в Ходсе уже чуть-чуть там минки появились, еще что-то. Вот сейчас такая игра, что есть качели постоянно, это интересно смотреть, это круто. И там, потом еще там на форуме, там, после матча можно там, типа, ну, если бы там минка не зашла, то было бы там 10-0, а так 0-10 по картам. Ну, интереснее стало, и вот за счет интереса, плюс за счет того, что они в нужный момент сделали бесплатно, хотя, то есть, как бы, ну, то есть, нужный момент за счет того, что стал Старкрафт интересен, но на самом деле Старкрафт нужно было делать бесплатно, ну, так вот, когда Ходс вышел, то есть компания платная, а мультиплеер бесплатный, на мой взгляд. Ну, понятно, что Blizzard для чего это делали, чтобы денег больше заработать, именно вот так три аддона там с каждым мультиплеером, но, тем не менее, то есть, суть в том, что сейчас Старкрафт интересно смотреть, сейчас он стал бесплатным, люди возвращаются, и вот пока еще это действует волна. Все, больше никаких других. То, что там сериал, да, я думаю, что вот мы в ближайшие полгода, если этот фактор сыграет, то мы увидим через полгода, ну, то есть, за полгода следующий еще рост популярности. Сейчас я вижу, что это по всем новостям, даже там, ну, по нашим, по-моему, СМИ прокатилось там, который про киберспорт там пишет, что там кишки наружу, нинжа. Вот, и сейчас я вижу там даже в паре таких вот ядреных, что типа, вот, не кореец в Старкрафте. Может дополнительно аудиторию привлечь, но не уверен, что это прям 100%, то есть, это вероятность. Но если это вероятность, мы увидим ее в следующие полгода, да. Мы живем, это уже хорошо. В 2018 году это уже достижение выживать. Нет, на самом деле, ну, вот мы потеряли Ваню, да. Многие говорили, что все, ну, что, типа... Мне там один человек сказал, ну, что, ну, команда у вас на этом закончилась, что там, коуин активный, би там нестабильный, зиппер растет, ну, типа, когда он еще там вырастет? Нет, нет. У нас, я когда делал заявление, я сказал, у нас команда не кончится на этом. У нас упор на то, что вот именно несколько ребят... Ваня просто, он очень быстро вырос, да. То есть, я изначально планировал команду с... там, где все примерно одинаковые уровни, все более-менее там прогрессируют. Ваня очень сильно вырос. И, конечно, на фоне, ну, то есть, на его фоне могло кому-нибудь показаться, что там остальные не очень. Но, как бы, уход Вани для нас не стал прям вот... Ну, то есть, мы расстроились, все расстроились, безусловно. То, как это было сделано, не понравилось менеджменту нашему, и мне лично, чего же говорить. Но, что, мы так вот, ну, сели, решили, ну, что, мы, что, все, разбегаемся? Нет. Вот там ребята на Суперлигу решили заявиться, ну, встретимся с ними, наверное, сыграем. Вот. К тому же, ну, как бы, с самого начала я понимал, что их обыгрывать с их менеджментом можно. То есть, вот именно командная лига... Вот, кстати, единственное, что мне кажется, не хватает... Вот у Старкрафта есть челленджер сейчас, дивизион, который вообще непонятно, то есть, ну, то есть, что дает, а что не дает. То есть, я бы взял, упразднил бы челленджер, да, сделал бы простенькие отборки на ВЦС Премьер, а деньги с ВЦС Челленджера я бы пустил на командные лиги в Европе, в Америке, там, в каждом регионе, там, 5 макро-регионов. Вот это была бы тема, вот, просто супер. И, ну, я не объективен, потому что я думаю, что наша команда бы тогда очень хорошо могла действовать. И вот именно наша сила, вот, менеджмент, мы можем выигрывать в командной лиге. Мы знаем, как, мы знаем, почему, как это получается. Это, там, то, что мы суперлигу выиграли, это не один раз и не просто так, да. У нас до этого куча лиг, у нас, блин, вот у нас Ваня Кагуар, там, Эксито обыгрывали, это вот Рейнера выигрывали, Клема, там, у нас, там, Айрон Чейн, мы недавно на одной лиге катнули, там, 4-2. У них в Айрон Чейн большой состав, там играют, ну, там есть академки, ну, там конкретно против нас вышел Тедрога, Нерчо, КРР и кто-то еще. Или поляки. Ну, да, 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 то есть мы умеем, вот, мы умеем как команда выигрывать в командной лиге. Может быть, там, мы на таких турнирах пока, там, нестабильно выступаем, ну, может быть, стабилизируемся и будем что-то показывать. Я не ответил, что, собственно, у нас какие там планы по игрокам и по-прочим. Ну, смотри, вот у нас реально кое-кто смотрит на Варкрафт после этого, хотя это тот же самый Варкрафт, только с лучшим графоном, но, блин, кто смотрит у вас? Диппер? А вот это секрет. А вот это вот, вот этот секрет. Ну, скажем так, я отдам подсказку, этот человек играл в Варкрафт. Вот, и у него есть человек, который, друг, его друг, одноклассник этого человека, он должен был войти в топ-3 в ЦГ 2011, но не вошел. И вот я думаю, что вот этих двух товарищей мы попробуем заиграть в Варкрафте. Посмотрим. Я не уверен в этом, может быть, там что-то как-то не так пойдет с Варкрафтом, а может, там сразу пойдет такая конкуренция, что и состав не собрать. Но вот мы, в общем, мы на Варкрафт смотрим. У нас Академка действует. В Академии много перспективных игроков. Мастер Яша, например, очень такой интересный зерк. Слайк Раб, Дидан. У нас, кстати, Рузверк в Академке. Ну, потому что он не может сейчас вот прям сильно много на игру ориентироваться. Он делал перерыв. То есть, если бы он там постоянно играл, да, и сейчас бы ушел в работу, то играл бы, наверное, на уровне первого состава. Но поскольку он там делал перерыв, и у него сейчас нет времени, чтобы переосмыслить там, ну, грубо говоря, там год-полтора-два Старкраста, пока его не было. Ну, вот он там, ну, грубо говоря, на 6К не играет, да. Поэтому там в Академке играет по фану и нормас. Вот. Кроме Академки и вот основного состава, ну, в принципе, на самом деле, ну, что, у нас 6 игроков в основном составе. Это, значит, Биг, Агуар, Юникс, Зиппер, Дефлай, Лайтвейд и Гусхелл. У нас 6 игроков из трех стран. Мне кажется, очень прям хороший сбалансированный состав. Я против крупных составов основных. Ну, в Академике там вот как раз много надо людей набирать, потому что кто-то отваливается, кто-то приходит, и чтобы это все работало, можно брать количествами. Качество, ну, оно в первом составе. Так вот, я считаю, что много игроков не должно быть в первом составе. Если в первом составе там 5-6 игроков, все очень плотно общаются, крышат, то это, ну, это гораздо круче, чем, там, 10 игроков набрать примерно одинакового уровня, чем крышат европейские коллективы некоторые. Ну, не буду показывать пальцем, но все знают, я думаю. Слушай, я честно скажу, что грешу, потому что вторым составом занимаюсь мало, и там еще много чего надо делать, чтобы вот он прям реально был таким, что, значит, звезд растил. Но, значит, тренировок там вот прям так, что первый состав, второй тренирует, но у нас, у наших ребят там, они в основном не фулл-тайм играют, поэтому, ну, то есть, типа, на себя время бы хватило, да, поэтому у нас такого нет. Но у нас общее поле общения, значит, когда там кто-то просит реплеи, ему эти реплеи отгружают, если надо, что-то коротко там объясняют. Приветствуется, когда кто-нибудь врывается там в чатик и начинает, блин, протасы, имба, там, 20 колоссов на, там, 40-й минуте, вообще не контрятся. Ну, ему, то есть, дискуссии, да, партийные, внутрипартийные дискуссии у нас приветствуются. И через это рост идет, плюс, как бы, еще игры второго состава на лигах, клан-лигах. Там, может быть, сейчас мы маловато играем, не так много, как надо, но, тем не менее, играем, это тоже прогресс. И на данном этапе, ну, вот, как бы, когда человек во втором составе, я считаю, что ему нужно зацепиться, ухватить волну. То есть, когда он до этого не был, там, в каких-то крупных командах, или, там, был в фановых совсем командах, да, и не понимает, как это все работает, ему главное попасть в коллектив, уцепиться, загореться, начать понимать, как это работает, и он сам должен какую-то работу делать. А задача команды во втором составе, ну, и в данном случае в первом составе, тоже большая часть работы, это заставлять человека гореть игрой, гореть Старкрафтом. Ну, и плюс ему, да, вот, когда у него какие-то там вопросы, типа, как он 20 колоссов на... А, нет, 20 колоссов на 40-й минуте, да. Ну, вот, ему подсказывают, что викингов строй, викингов. Да. Я считаю просто, что так делать нельзя. Конкретно, ну, то есть, я не против трансферов, и у меня к Ване никаких претензий нет, как и, там, если бы у меня, там, был браток, кассы и еще кто-то. Нету... А, точно. У меня бы не было никаких претензий, если бы они ушли, там, за зарплату. Просто речь, речь абсолютно о другом. Значит, ну, конкретно про Ваню, я за братком достаточно так сильно и за кассом не слежу, но мне кажется, что, возможно, это имеет отношение. Хотя, ну, смотри, вот просто, окей, браток касс, да, им за 30-ку, они оба в киберспорте, там, блин, с тех времен, когда меня там еще не было, да, они лучше всех знают, что им делать, чтобы там как-то играть, побеждать. Поэтому вот они из каскада пришли, где был реально сложившийся профессиональный хороший менеджмент, который, там, что-то для игроков делал в новую организацию. И они как играли, так и играют. Что они там показывали, так и показывают. Они знают, на какие турниры надо играть, на какие не надо турниры играть. Они знают, какие косяки могут возникнуть, какие не могут возникнуть. А тут вот именно переход Ваня, да. Ваня отличный игрок. Я считаю, что, ну, вот, ну, супер талантливый игрок, просто супер-супер талантливый игрок. Но что ему нужно для того, чтобы прям показывать результат? Его нужно зажигать, его нужно мотивировать, им нужно заниматься, на него нужно время тратить. Есть ли это в Старком? Ну, у меня ощущение такое, что нет. Почему? Обосную. Ваня перешел 1 августа, с тех пор, какие у нас крупные заметные турниры были. Значит, Ultimate Series не прошел из-за моторки. Что там? Ну, премьерка вторая. Окей, без вопросов. Второе место прям заслужено. Там со страницем, может быть, там пободаться бы стоило. Ну, не суть. Заслужено, окей. Но это было сразу после этого. Потом, значит, на ВЦС отборочный, я не помню, там он играл, вообще не играл, не видел. Там что еще? Кубок Федерации не смог в тройку войти. Это вообще феноменально. Вот сейчас он уже, по-моему, да, он уже в тройке точно. Там второе, по-моему, место, минимум, да, второе место. Значит, еще там несколько, да, Суперлигу не отыграл нормально, вышел в конце. Спорный вопрос, нужный ли ему был в конце выходить или в середине матча. Значит, кроме того, что еще Ultimate Series сказал. Кубок России от ФКС. Ну, почему его нет там? Ну, это как вообще? То есть турнир на 500 тысяч рублей, и Ваня явный фаворит. Там он соул, там главные фавориты, кроме него, там, это, понятно, Блай, Верди, соул, ну, Циан в какой-то смысле, в каком-то смысле, но не думаю. И вот, что, Ваня их не котнет, но при этом его нет почему-то. Почему его нету? Может, потому что надо было там его, ну, типа, вот-вот-вот, отборочка, регистрируйся, играй. И это не косяк Ване ни в коем случае, потому что, ну, как бы, ему еще 18 лет нету, он еще какие-то вещи там, ну, то есть, может быть, неправильно приоритеты расставлять, не знаю, то есть, он суперталантливый игрок, им надо заниматься. Я вижу, что им не особо занимаются, понимаешь? И я был бы готов этим заниматься. И более того, когда, скажем так, ну, то есть, я бы даже понял, если бы он ушел в ту команду, да, просто, но правильный посыл, на мой взгляд, то есть, когда я делал заявление, да, я его много там раскритиковал, сказали, там, вот вы зарплату не платите, отлично. Кстати, ну, я так на всякий случай скажу, я абсолютно уверен, что в Старкоме никаких оформлений по ТТК и никаких контрактов, вообще контрактов даже нет никаких, там, в какой-нибудь юрисдикции Куала-Лумпура, там, нет, ничего нету там. Я почему-то это прям вот уверен-уверен. Ну, если ошибаюсь, ну, хорошо, скажите, что ошибаюсь, извинюсь, поклонюсь землю и скажу, не прав, не прав, в контрактике круто. Окей. Нужна ли Ване зарплата, допустим, сейчас? Ну, наверное, нужна, но, там, сколько он там может получать, да, и, а вот, если он выйдет в Кубок России и там займет, там, второе место, допустим, или третье, да, это будет больше, я думаю, чем та зарплата, которую могут сейчас СНГ-команды платить игрокам своим. Это во-первых. Ну, он там просто, то есть вопрос в том, чтобы ему там участвовать, это один раз зарегаться и сыграть. В восьмой отборочный тур Кубка Федерации, Кубка России от ФКС, там алмазик прошел, онлайн отборочный. То есть там мог кореец пройти, там мог, там, я не знаю, кто угодно. Нет, прошел алмазик. Просто, ну, человека не смотивировали и не сказали, что вот, иди играй. Не ткнули, там, потыкай у человека. Вот иногда он что-то не делает, ты его потыкай, он, ему, то есть, Ване, это не вопрос был отобраться туда. Но, вот, я считаю, что это просчеты менеджмента такого, вот этот, это косяки. У нас таких косяков, ну, невозможно. То есть у нас не все там играли и не все как надо делали, но, тем не менее, то есть, когда человек на трес не отказывается играть где-то, да, то он играет там. То есть он знает о том, что матч тогда-то, знает, что турнир тогда-то, и мы ему там, вот, информируем. То есть это работа менеджмента, ее нету в той команде, я вижу. Ну и ладно, окей, хорошо, ему предложили зарплату, он перешел, все правильно, все правильно, конкуренция. Но дело в том, что конкуренция, да, она есть, когда рынок есть, а в Старкрафте рынка нету. Ну, то есть, вот сейчас он может быть там через полгодик, через годик появится. Но когда половина игроков получает там с донатов, половина игроков получает там от личного спонсора, а еще там половина, ну, там, в равных долях, да, еще там две половины таких не получают ничего. Это, значит, это не рынок, это рыночные отношения, когда ты примерно там вот, ну, там, по трем показателям, там, аудитория, медийность, там, еще что-то. Ты, там, есть у тебя какая-то цена, а тут ее нету. Вот, и более того, ну, то есть, сейчас бы Старком, ну, то есть, если бы я делал Старком команду, да, я бы пошел во все команды, узнал бы условия, какие у игроков, чего хотят менеджменты, куда стремиться. Ну, и попробовал бы, кстати, так Вега-Сквадрон делал, они сначала с ХД Геймом вместе, там, вот, владелец Вега-Сквадрон, насколько я знаю, он сначала с ХД Геймом вместе делал команду, потом разошелся в возглядах, сделал Вегу. Профессиональную организацию отличную. Может, они так и делали, мы точно не знаем, поэтому не будем наговаривать на ребят, зачем. Ну, ты знаешь, перед тем, как уводить русскоязычный состав у Каскада, я бы все-таки с Каскадом переговорил, ну, и с 3D переговорил, а не так, что нет, 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 не говори своему менеджменту до того момента, как это, ну, типа, пусть, ну, пусть пацаны из новостного портала узнают, что ты в другой команде. Это так не делается, это неэтично, понимаешь, вот, это конкретно там, да, я сейчас это, может быть, как-то сформулировал это слишком размыто, да, но вот мои основные 3 претензии, то, что у менеджмента нет достаточно квалификации, они делают зачем-то другую команду, когда есть другие, с кем можно было бы посотрудничать. Второе, это то, что вот они неэтично поступают, вводя игроков, и то, что, типа, ну, ты даже, все, скажи, что ты переходишь и не говори, типа, дай согласие о переходе, не обсуждая это с менеджментом, пусть из новостей узнают, это второе, а третье, это, да, что вот сейчас реально игроками плохо занимаются. Почему не говорили перед менеджером? Ну, просто посчитали, что, а что, я могу сделать, почему, ну, типа, нет. Ну, просто они не понимают, что, ну, если StarCraft реально будет расти, да, куда-то, и будет конкуренция создаваться, и рынок будет создаваться конкурентный, то их также прокатит. Я в этом поучаствую, помогу другим командам у них увести игроков также, абсолютно в таком же контексте. Потому что, ну, я считаю, что должна быть коммуникация между участниками, там, рынка или не рынка. Я не считаю, что это рынок, честно говоря, то есть до рынка тут как до луны. Но, тем не менее, если мы его хотим создать, мы должны на ранних этапах хотя бы не конкурировать, когда конкуренции не нужно, не нужно, потому что есть вот сейчас игроки в зарубежных командах, которые на очень хороших условиях могут русскоязычные коллективы представлять, когда есть игроки вообще без команды, да. Тут не нужна конкуренция, тут нужен, ну, как сказать, консенсус. Ну, или хотя бы диалог должен быть, дискуссия должна быть, там, типа, ну, я у тебя игрока забираю, а зачем? Не, я забираю, ну, забирай, или нет, или я забираю, ну, слушай, давай договоримся, о чем нам с тобой договорить, а вот об этом. Да, ну, давай, у тебя какие ценности? Ну, я хочу построить топ-команду. Слушай, а у меня уже топ-команда, но вот у нее там что-то не хватает. Вот это вот, вот это диалог такой, который, я считаю, что он бы помог Старкрафту себе. Хорошо, я расскажу, как я в 3D пришел. У меня была команда Antone, New Tiberium Order. Она была лучшей командой в Red Alert'е третьем и в Синси-3. Я был там игроком неплохим, и, в принципе, в мире мы там второе, третье место занимали. Это, ну, это сейчас смешно звучит, потому что, как бы, ну, типа, что такое Синси-3, но 10 лет назад это была, ну, не конкурент, но это была хорошая нишевая дисциплина, классная, там с серьезной конкуренцией внутри. Вот мне удалось построить с нуля с моим одноклассником, другом, который очень быстро, к сожалению, ушел из киберспорта, учеба просто жесткая была. Мне удалось построить такую команду. И тут так получилось, что в команде оказался U3, Федор Потапов. Он в Синси тогда ходил играть. И, короче, мы с Федей очень сильно подружились, и в какой-то момент он мне говорит, слушай, я в 3D ухожу, в свою команду, в которой я, типа, начинал, там все дела. Я говорю, блин, ну, как-то очень обидно, а что такое? Ну, вот меня Black позвал, клан-лидер наш. Ну, я говорю, ну, давай с Black встречусь, переговорю. Вот, он говорит, ну, давай, давай. Мы встретились с Black, переговорили, и я понял, что, ну, как бы, НТО это прекрасно, и я, может быть, наберусь опыта, вернусь и построю НТО профессиональной организацией. Но я хочу сейчас, вот сейчас 3D возвращается, 2010 год был, когда вот StarCraft только из беты должен был выйти в скором времени, и 3D там был заморозки в тот момент, и вот, как бы сказать, искал пути к возвращению. Я переговорил с Black, я понял, что, ну, как бы, да, это команда, это имя в мире StarCraft, это то, что, у чего есть фан-база, как бы, то, чего люди хотят увидеть, в возвращении чего хотят увидеть люди. К сожалению, ну, так получилось, что, ну, очень быстро мне пришлось этим заниматься, в большей степени, и там у Black там были какие-то, ну, скажем так, обстоятельства, после чего он не смог заниматься командой, и у меня опыта не хватило сделать более конкурентную команду, плюс тогда там деньги уже решали в тот момент очень сильно. Но я вот сделал выбор, да, я оставил свою команду и перешел в 3D. С тех пор я в 3D. Переименовать StarCraft там 3D, ну, что, можно было бы сделать 3D StarCraft. Ну, почему нет? Ну, как бы, я не к тому, что, типа, эй, иди сюда, деньги-то свои неси. Нет, я не в этом плане, но, блин, если ты уводишь игрока из существующего коллектива, ну, ты поговори с менеджментом, и сказал, хрен со мной, ладно, я там, как бы, не говорю, что там именно со мной нужно, ну, блин, ну, можно было бы с Каскадом связаться. Ну, Каскад, блин, ну, это профессиональная организация, которая вот, ну, 3D не осталась, Rocksoft не осталась, Empire не осталась, Virtus Pro не осталась. Одни Каскады были. Они 4 года, когда StarCraft никому не интересен был, вывозили на своем горбу, ну, там, да, 4 года, вывозили на своем горбу все. Ну, это же, ну, это неправильно, понимаешь. Просто это никому не интересно будет, если у нас через 100 лет в киберспорте будут каждый год появляться какие-то новые, там, условно, StarCraft. А, ну, скажем так, жизнь сейчас такова, что экономический пузырь надувается, сдувается, сдувает, ну, половину сцены организации, приходят новые и так далее. Ну, что это такое? Вот за 3D там есть люди, которым 40 лет они готовы поболеть. Ну, а что для этих людей StarCraft? А что для этих людей, там, еще любая другая организация, там, какая бы она ни была крутая? То есть нам нужно, я считаю, я абсолютно убежден, нам нужно построить свой киберспартак, кибер-ЦСК, кибер-локомотив. Ну, я имею в виду, что вот это должно быть, как, грубо говоря, 3D, Каскад, Старком, да. Но это нужно построить. И для этого не нужно, чтобы каждый свое грозил. Зачем это? Ну, это неинтересно. У этого не будет фан-базы. Вот сейчас у Старкома, при том, что их игроки это Браток, самый медийный игрок в России, Каскад, ну, там, один из самых медийных игроков Украины, да. Ну, и что у них там? Сайта нету, твиттер, 60 подписчиков. И все. То есть 10 твитов. Для чего эта команда? Просто чтобы, типа, Каскад с Братком поездили два раза на Лана и все? Я не понимаю, то есть. То есть кто от этого выигрывает? Никто. Комьюнс от этого ничего не получает. Это команда друзей, которая выросла в очень серьезный коллектив. Они это сделали без денег на идеи, и это жизнеспособно. Я считаю, что это суперкруто. Я считаю, что это супер, прям, молодцы. То есть я, как бы, не анимешник сам, я не смотрю. Вот. Но, блин, то, что они сделали, это круто. Я, в принципе, общаюсь с менеджментом ХТТ, и в некоторых местах я с ним прям сильно не согласен, потому что, на мой взгляд, ну, там, я не говорю про то, что у нас там в какой-то момент мы очень скоро упремся в потолок, и дальше мы никуда не вырастим без какого-то там качественного скачка. Ну, вот, мне кажется, у ХТТ там тоже может быть такая проблема в ближайшее время. То есть у нас, я знаю, что если там я сейчас рывок не сделаю, то мы там упремся куда-то. У ХТТ в какой-то момент они упрутся тоже. Но при этом, я думаю, что вот, ну, у них там большой коллектив, у них там куча игроков, причем вот у них реально пацаны растут. То есть это, вот, их академия, она работает. Если 3D-шная академия, она еще должна заработать. То ХТТ-шная академия, анимешная академия, да, она работает, они кучу игроков вытащили. Там, Ниган, там, ну, Арктур, по-моему, он тоже из академии вырос. Я тогда не застал, когда он там появлялся. Там, ну, там, я не знаю. То есть, ну, все их там, там, вот, топ-5 игроков. Ну, Ghost Hell, которого мы, конечно же, увели, да, некрасиво, может быть, но с той разницей, что я, типа, сказал, что давайте сначала Ghost Hell, там, за вас, может, что хотите, доиграть еще месяц, потом он к нам, типа, переходит, там, релиз, там, типа, согласуем, могу релиз там на две недели подвинуть, ну, типа, вот так вот. Суть в том, что... Что они сказали? Ну, им это неинтересно. Вот мне было бы в ситуации с вами, бы это, наверное, интересно. Переварить это, осмыслить, там, подготовиться. Ну, у них немножко другой подход. Я ее уважаю. Вот. И HTT-шная академия, она работает. Команда HTT – это реально суперклассная команда. Когда-нибудь они, там, если найдут спонсоров, то, блин, это, это, это очень круто, короче. Знаешь, в чем разница между... Почему у HTT больше шансов, чем у Старкома стать Спартаком через сто лет? HTT держит идея, и, там, какой-нибудь финансовый кризис в масштабах одного спонсора команду не подкосит. Это комьюнити. И, значит, 3D тоже когда-то было, там, кланом, комьюнити, переросло в команду, да, но уже вокруг 3D собирается, там, какое-то определенное количество людей, которые всегда, там, советом помогут, кто-то дизайном поможет и так далее. То есть мы тоже комьюнити, но с ядром команды, да. Вот HTT сейчас они в таком, ну, грубо говоря, в таком этапе своего развития, что вот от... То есть у них вот прям вот, как сказать, очень равномерно идет, там, вот именно, вот, там, топ-1, там, от топового состава к третьему составу. Ну, то есть у них пока все плавно, то есть такое-то. То есть со временем кристаллизируется, там, команда, может быть, комьюнити, там, фанатская оформится вокруг тех, кто у них, там, вторые-третьи составы. А это идея. HTT – это идея. Клан для друзей, который делает, там, пара человек, менеджмент. И она живет, она жизнеспособна. Ну, на мой взгляд, там, 3D немножко сложнее ситуация в плане того, что у нас уже, там, менеджмент очень сильно сложился, там, оформился. И как идея, чтобы это жила, нам надо усилия определенные прилагать, потому что, ну, 20 лет команде, что тут говорить. Старком, что это такое? Это, там, один человек, ну, грубо говоря, кому-то донатил, да, там, из игроков, в какой-то момент подумал, блин, а что я ему доначу, а он играет за каскад. Ну, пусть он за меня играет. Типа, я же такой классный. Ну, наверное, я не знаю. То есть, это моя догадка. И что, ну, то есть, тут какая идея? Какая идея с Тим Старком? Вот у анимешников аниме. У 3D, там, это 20 лет истории идеи, да? То есть, как я подписался состав год назад, ровно год назад. Был Би, который капитан команды, он играл, потому что он играл в 3D. Был Кагуар, который, вот, прямо для него это была команда большая. И Би Кагуар, и еще Ваня подтянулся, подтянулся еще Лайтвейт, там, еще несколько ребят, и мы сделали команду. Мы без денег это сделали. То есть, мы это можем, мы можем сделать команду, которая обыгрывает Старком на командных лигах, вообще без денег. На идее. Старком так не могут, они делают на деньгах. Но если ты не можешь построить команду такого уровня без денег, то тебе и не надо ее строить. Потому что, ну, что, Старком сейчас прилагает какие-то усилия, чтобы окупиться. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это лучший турнир, который был сделан именно комьюнити, да? Ну, на самом деле, это турнир получше и многих ВЦГ, которые я припомню. Или тех лапс, когда там 12 часов парни ждали начала игр своих. То есть, турнир на очень высоком уровне сделан. Я профессионально организовывал мероприятия три года. Там, типа, клубные конференции, там, на несколько тысяч человек. И я вижу, что это Красти Крабс в прошлый раз при помощи ФКС города Москвы делал. За что им спасибо. Это было тяжело. Сейчас он делает, но вот я вижу, что он бегает там, еще там ему люди помогают. Но, блин, ну, это очень высокий уровень, и он молодец. То есть, Илья, ты прям супер. Спасибо тебе за этот турнир. Поме, тоже спасибо тебе за то, что ты сколько там уже, 8 часов комментируешь. Вот я, сколько мы с тобой, час уже, наверное, интервью делаем, у меня горло болит. У Поме, я не знаю, как он так вывозит, он молодец. Вот. Чтобы я изменил, это лично моя мелкая, ну, мне кажется, что это вот, ну, просто скажем, мне кажется, что это более правильно. Я не настаиваю, это просто мнение, и там, типа, не обязательно оно правильное. Но единственный момент, мне кажется, что было бы круто, если, например, компьютеров не хватает, сделать чек-ин за сутки. Ну, групповой этап, половина групп играет в первом потоке, вторая половина групп подтягивается к второму потоку, и дальше Full Double Elimination. Причем Full Double Elimination обязательно было 3, иначе, ну, рандом, рандом, потому что StarCraft, раньше там были игры на 20 минут, и там прям на выносливость было. А сейчас игры более динамичные, Зафатоны, там, Прокси Бараки, там, ну, Банилинг Баст, понятно, был раньше. Ну, в общем, у Дергов там куча всего, и, конечно, рандом есть. Бо-3 хотелось бы в лузерах видеть, ну, плюс еще, возможно, группы. Но это мелкие хотелки, и в целом просто я считаю, что огромная ценность таких турниров, потому что она позволяет подготовиться. Вот, например, Ваня приехал, да, на Кубке Федерации он там в тройку не вошел, сейчас он уже выходит. Чем больше он играет оффлайн-турниров, и почему я считаю еще ошибкой большая на Кубок России, почему он не отобрался, чем больше он играет оффлайн-турниров, не дома, там, в обстановке, там, где все хорошо, тебя никто не видит и так далее. А вот чем больше ты на стресс себя прям проявляешь, тем лучше. Баркрафт, это было круто, но это была другая атмосфера. А сейчас то, что сделано, это просто супер, это, ну, во-первых, место, где можно потусоваться с людьми, просто замечательно, где, там, приходят люди, которых, там, 10 лет не видел, да, ну, в моем случае, там, 7. И, в принципе, если, там, не последний ровут у Москвы, то я просто буду счастлив, вот и все. Не последний, если. Какие-то приветы псовать на ребятам? Ну, я, во-первых, передаю привет всем ребятам из 3D, кто не доехал, конкретно, особенно тем, кто должен был доехать, но в последний момент соскочил. Ну, Влад, Кира, Андрей, привет. Вот. И прошу, значит, нашу любимую радиостанцию поставить им одноименный хит Владимира Зерга. Не, на самом деле, это шутка. Ну, всем зрителям Goodgame'а я бы хотел пожелать, если они еще не заснули на этом интервью, ребят, любите StarCraft, смотрите StarCraft, не приносите StarCraft немыслимых жертв, только те, которые вы можете всегда вывести. Ну, и, конечно, я желаю всему нашему старкрафтерскому комьюнити качественного и количественного роста. Спасибо. Спасибо тебе.